У меня нет ничего для успеха, мне просто повезло. Меня продвигают по карьере, потому что я красивая. Сейчас мне зададут несколько вопросов, и сразу станет понятно, что я не разбираюсь в теме и не достоин быть здесь. Такие и подобные мысли посещают человека с синдромом самозванца. Вы наверняка слышали это выражение не один раз, и такое впечатление, что раньше о нем никто слыхом не слыхивал. Впервые выражение «синдром самозванца» было использовано лет 50 назад, но это не значит, что оно не было знакомо людям до нас. Ощущение, что достижения, результаты, к которым пришел человек, это не его рук дело, не результат его таланта, труда, а стечение обстоятельств или привилегия, которая досталась ему за какие-то другие достоинства, например, за внешние данные. В этом видео мы обсудим, что такое синдром самозванца, как с ним жить, можно ли его искоренить и можно ли использовать. Первое, что может помочь, это осознание, что синдром самозванца очень распространен. Он распространен среди многих людей, добившихся успеха. И тут я подчеркиваю, добившихся успеха. Синдром самозванца не бывает у неудачников. Значит, если вы почувствовали в себе признаки синдрома самозванца, его симптомы, это означает, что результаты у вас все-таки есть. Если все так хорошо с синдромом самозванца, если это симптом успешности, а зачем с ним бороться? Проблема в том, что синдром самозванца мешает, мешает двигаться к результатам. За счет чего? Первое, синдром самозванца заставляет вас сравнивать себя с другими. Постоянно сравнивать, пытаясь подтвердить, что вы особенный, как ни парадоксально. И нужно обязательно их превосходить. И это, к сожалению, мешает выстраивать отношения. Партнерские отношения с друзьями, партнерские отношения в бизнесе, в творчестве, чем бы вы ни занимались. Потому что сравнение ориентирует вас на конкуренцию. Вторая проблема. Люди с синдромом самозванца очень боятся неудачи. Потому что неудача – это как раз та ситуация, где они могут проколоться, где их несовершенство может быть проявлено. Ведь для движения к успеху необходимо пробовать новое, экспериментировать, и вероятность ошибки просто автоматически повышается. Так вот, самозванцы, или, точнее, не самозванцы, а люди с синдромом самозванца, боятся браться за что-то, где они могут не справиться. А это значит, они не идут на решение сложных задач, это значит, они не берутся за новые проекты, ну и автоматически это сокращает их шансы добиться реального успеха. Но защищаясь от синдрома самозванца, не забывайте, что результаты ждут вас. Нужно двигаться вперед, смотреть в будущее и максимально соответствовать требованиям меняющегося мира. Пять ключевых навыков будущего. Так называется интенсив, который я для вас подготовил. Ссылка в описании, регистрируйтесь на него и посвятите три дня освоению этих пяти навыков, которые помогут вам достичь реального успеха в жизни. Ну и в страхе быть раскрытым, люди с синдромом самозванца, постоянно нуждаются в том, чтобы подтверждать свои результаты, свою успешность. И из-за этого они часто работают слишком много, демонстрируют включенность, активность. И из-за этого часто именно их накрывает то самое выгорание, которое может завершиться и депрессивным синдромом. И если вдруг это случилось с вами, посмотрите видео на канале про выгорание. Оно у нас есть, и там есть рецепт. Возможно, вы сейчас не узнали себя в описании, не обнаружили у себя синдрома самозванца или каких-то его признаков, и подумали, ну, это не про меня история. Так вот, проблема в том, что синдром самозванца может накрыть любого человека, который приходит к сколько-нибудь заметным результатам. Причем это не обязательно результаты в бизнесе, карьере. Это могут быть результаты, например, в семейной жизни. Вы в какой-то момент можете подумать, что тот человек, который решил с вами связать свою судьбу, просто не знает, что на самом деле вы недостойны его. Он полюбил вас, но какой-то полюбил образ, или какую-то часть вас, но если он узнает меня получше, какое я чудовище, ужасное, тогда, конечно, все вскроется, и наши отношения разрушатся, и так далее. Синдром самозванца подкрадывается незаметно, и он не ищет никого, ни человека с высоким интеллектом, ни с низким, ни оптимистов, ни пессимистов, ни интровертов, ни экстравертов. Защищайтесь. Итак, что же вы можете сделать в борьбе с синдромом самозванца? Первое я уже назвал. Осознайте, что это не только ваша проблема, что ей подвержены очень многие люди, добившиеся реальных результатов. Этого осознания может хватить, может быть, не понадобятся и другие советы, но почему бы не подкрепить его еще и другими действиями. Например, второе. Я не знаю, может, следующий совет повергнет вас в другую крайность, но все-таки сделайте это. Возьмите блокнот, откройте файл или заметки в своем смартфоне и напишите все ваши достижения от рождения до сегодняшнего дня. Реальные достижения. В музыке, в спорте, в карьере, в финансах. Запишите их все. И не останавливайтесь. Продолжайте заполнять альбом по мере того, как достижения будут совершаться. Как это будет работать? Само по себе никак. Оно вам понадобится для третьего совета. Время от времени у вас будут возникать мысли, вам очень важно научиться ловить того, сомневающегося в вас, который и говорит голосом синдрома самозванца. Тот самый, который говорит, ну, сейчас все вскроется. У вас есть контраргументы. Поговорите с ним. Поговорите с ним рационально и убедите его с помощью той доказательной базы, которую вы сформировали с помощью блокнота. Предъявите ему ваши реальные достижения. Докажите ему, что он заблуждается. Если вы остановились на пятом пункте, и такой, ну, у меня больше нет достижений. Это вы сражаетесь на стороне синдрома самозванца. Это вы его союзником выступаете. Пишите, пишите. Научился плавать в пять лет без взрослых самостоятельно. Достижения, ну и что же, что это было в пять лет. Это все реальные результаты, которые подтверждают, что вы одарены, что у вас есть сила воли, что вы особенный человек. Четвертый совет вам не понравится, но он помогал очень многим. Не ставьте слишком высокую планку для себя и тех результатов, которыми хотите прийти. Пусть высокий уровень достижения, безупречная презентация, великолепная работа над проектом, пусть они будут сюрпризом для вас. Как ни странно, поставьте себе четверочку как достаточную оценку. Да, я знаю, вас всегда ориентировали на перфекционизм. И родители говорили, ты должен быть самым лучшим. Мы в школе говорили, пятерка. Это единственная оценка, которой ты достоин. Ну и так далее. Но это ориентация на высокий результат, бескомпромиссно. И нельзя позволить себе ниже. Именно они загоняют вас в тупик и ведут к исчерпанию жизненного ресурса. Скажите себе, четверка достаточно. Пятерка будет класс. Но четверка достаточно. Не нужно погони за безупречностью. Она слишком дорого обходится. Пятый совет. У вас есть близкие люди, с которыми вы можете быть открытым и откровенным. Очень помогает при синдроме самозванца поделиться им с теми, кто вам близок. Просто расскажите о своих переживаниях. Что вас посещают те или иные силы, что вы сомневаетесь в том, что вы достойны того успеха, к которому вы пришли. Хочу с тобой поделиться. Меня мучает такая штука. Не могу держать в себе. И скажите, вот у меня есть такая идея, что я там то-то-то. Близкие люди наверняка вас поддержат, поговорят с вами, вас отпустят. Почему я взялся за эту тему и почему я говорю об этом? Если вы думаете, что перед вами сидит такой человек, умный, который над схваткой, мудрец, который все понимает и вас таких наивных наставляет, как избавиться от синдрома самозванца, то нет. Я взялся за эту тему именно потому, что и мне очень хорошо знакомо то, о чем я говорю. Я прошел это на своем опыте. Избавился я от синдрома самозванца. К сожалению, этот недуг, невозможно выкорчивать с корнем и забыть о нем навсегда. Если вы показываете реальные результаты, если вы масштабируете свой успех, достигаете всего новых высот, то неизбежно будете сталкиваться на разных этапах с ним. Но я научился с ним жить. Я научился с ним жить таким образом, что он не мешает мне, а только помогает. Я иронически к нему отношусь, и когда он снова подает голос, я смотрю на него и думаю, если ты не молчишь, значит, я где-то сделал что-то особенное. В городе Новосибирске у меня есть друг детства, Дима Калининков. Он встречает меня всегда одной и той же фразой. Тебя еще не разоблачили? Дима – мой синдром самозванца, воплощенный, потому что он говорит именно то, что говорит синдром самозванца. Самое забавное, что на моих тренингах в Новосибирске за 22 года побывали все трое его дочерей, но он ни разу не пришел, потому что для него я не гуру. Я для него друг детства, который не может, наверное, сделать ничего исключительного. Вот синдром самозванца – это ваш друг детства. Ну и, конечно, работайте над общей уверенностью в себе. Это никому не мешало. Здесь вам и тренинги личностного роста, и литература на эту тему. Она противостоит синдрому самозванца. Это самая уверенность в себе. Она то самое твердое и весомое, что перевешивает тот голос, который раздается в вас, голос сомнений. Но привыкните, что он будет раздаваться в вас. Не сомневаются только люди с завышенной самооценкой. Люди с еще худшим, чем синдром самозванца, с синдромом, называется звездная болезнь. Если у вас ее нет, если у вас есть синдром самозванца, радуйтесь. Это самый легкий из возможных недугов у человека, достигшего успеха. Звездная болезнь – страшное заболевание. В отличие от синдрома самозванца, она не длится долго. Это всего несколько лет мучительных для самого носителя и для всех его окружающих, для которых он становится токсичным. Если это не ваша история, радуйтесь, живите счастливо, наслаждайтесь успехом. А мой канал, на который подписываетесь, конечно, поможет вам на этом пути. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, ДимаTorzok,